Владислав, пару слов о завершившейся партии с Дмитрием Яковенко. В первую очередь, хотел бы сказать, что партия получилась достаточно сложной. По дебюту я играл, так скажем, невнятно, на мой взгляд, но, видимо, система такая была. Дмитрий получил комфортную позицию и на ранней стадии ничью предложил мне и отказался, потому что хотел играть. Первый ключевой момент возник, когда я пошел в ферзь Б1, здесь Дмитрий в слон Ж6 пошел, мы белопольных слонов поменяли, а он мог пойти, на мой взгляд, сильнее. Ф6 и после слона Д3 просто А6, потом Е5 проводил, мне кажется, инициатива у черных. Но последовал слон Ж6, поменяли белопольных слонов и как-то полегче стало мне. Потом вот я конь Е3 пошел, немножко ферзь Б3 пропустил, недооценил, хотя, может быть, нормально это добил, потому что ладья А1 у меня ход хороший имеется, вот как я и сыграл. А дальше Дмитрий Нейтигры немножко потерял, на мой взгляд, когда он по Ни Б4 пошел, по Ни Б4, наверное, не точность. Ну, надо было, может, на Е3 бить, просто Е5 проводить, не знаю точность. Хотя там ферзь Б5, может, вообще ферзь Б3 не стоило играть. Вот. Ну, далее, я вот не знаю, нужен ли был мне марш пешки по H, H4, H5, но у меня было мало времени, а выглядело это интересно. Ну, в общем, я так сыграл. Ну, я думаю, до контроля мы обменивались неточностями, точностями там были моменты, но вот по сконтролю плечевой момент возник ферзи в Мэншпере, когда я к КГ2 пошел, я очень долго выбирал, порядка 20 минут, наверное, я думал, между КГ2 и КФ1 ходом. Вот. В общем, пошел я КГ2, видимо, это ошибка, я свой шанс запустил. На Ф1 король в вариантах оказывался лучше. Ну, обидно немножко, хотя, не знаю, там были бы шансы на победу, да. Практически уж точно. Да, да. Не знаю, почему я к КФ1 не пошел, но мне показалось, что А6 полезно вызвать, а как-то вот КГ2, А6, КФ1, Ферзь Е8, и конкретно Б5 черные провели, и ничего я не успел толку. Ну, ничего, еще большая часть турнира впереди. Вы второй раз принимаете участие в Пойховском турнире, какие есть отличия прошлогоднего состязания? Ну, в принципе, состав участников претерпел некоторые изменения, вот, в частности, Яна, не помню, чего нет, Бориса Гельфанда нет, но их заменили новички, Рауф Мамедов и Андрей Сипенко. Вот. Ну, состав по-прежнему достаточно плотным остается. Каждая победа, наверное, будет непростой, если она будет, конечно, надеюсь. Вот. Турнир ожидается тоже интересным, я думаю, накал борьбы будет высоким. Результативность непонятно пока какой будет, потому что, я так понимаю, много ничьих. Потому что, возможно, в этом туре все пять ничьих будут. А, ну, не исключено, да. Владислав Ковалев давит, наверное, немножко там. У тебя тоже ничья будет, я думаю. Вот. Ну, приятно здесь находиться снова. Также поздравляем вас с рождением дочери. Спасибо большое. Да. И какие дальнейшие турнирные планы после Пойковского? Ну, планирую Круговичок сыграть в Китае, там, в Хайнань, город Дэньчжоу, 8 человек. Ну, средний рейтинг порядка 2-700 с копейками. Вот. А далее, ну, в сентябре Кубок Мира будет, до Кубка Мира не уверен, что буду где-либо выступать. Планирую подготовиться немножко. Хорошо. Спасибо. Не за что. И удачи. Удачи.